МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Гродно+. В студии Галина Давыдик. Сегодня в нашем выпуске. Пресс-конференция председателя Гродницкого облсполкома Владимира Кравцова по итогам года прошла в Щучине, о чем рассказал губернатор и какие вопросы ему задавали журналисты в репортаже нашей съемочной группы. Католики Гродно смогут принести домой свет, добра и мира. В фарный костел привезли в Вифлеемский огонь. Первая ханукольная свеча зажглась в большой коральной синагоге. Евреи отмечают ежегодный праздник огней. Детский утренник, подарки и сказочная елка. Актеры драмтеатра, Белогропромбанк и телеканал Гродно+. Поздравили маленьких гродницев с наступающими праздниками. Куда предприятиям региона экспортировать свою продукцию? Какой будет доходная часть бюджета Гродничины? И когда начнется реконструкция трассы Минц-Гродно? Губернатор области Владимир Кравцов провел пресс-конференцию для журналистов-принеманья. Традиционно форум носил выездной характер, на этот раз средства массовой информации были приглашены в Щучин. Участники мероприятия ознакомились с социально-экономическим развитием города, после чего председатель Гроднинского облсполкома ответил на вопросы журналистов. Наиболее важные моменты встречи в репортаже нашей съемочной группы. В конце года принято подводить итоги. Именно с них и начал свою пресс-конференцию для журналистов СМИ председатель Гроднинского облсполкома Владимир Кравцов. Руководитель региона сообщил, что доходная часть бюджета Гродничины, которая изначально планировалась в размере 13 триллионов рублей, по факту будет больше на целый триллион. В этом году сделали определенный шаг, я имею в виду Гроднинского область, в своем социально-экономическом развитии. Ну, чем это подтверждается? Во-первых, положительной динамикой, которая у нас есть по выполнению всех наших прогнозных параметров, которые год назад мы рассмотрели на сессии Совета депутатов приняли. Значит, у нас вот по итогам девяти месяцев мы идем в прогнозе и по такому общему важному показателю, параметру, как валовый региональный продукт, по ряду других направлений. И есть положительная динамика в промышленности, значит, по сельскому хозяйству. Ну, я, в первую очередь, говорю о таких параметрах, как валового производства продукции сельского хозяйства во всех категориях, в том числе в сельхозорганизациях. В строительном комплексе мы, в принципе, завершаем выполнение строительной программы. В целом по году мы обязаны были ввести, обязались ввести 660 тысяч квадратных метров жилья. Эта цифра будет выполнена. В этом году продолжался у нас такой крупный инвестиционный проект, как строительство атомной станции. И практически строительство этой станции идет в графике. В 2018 году, хочу напомнить вам, мы должны у строителей, в первую очередь, ввести в эксплуатацию первый блок атомной станции. На следующий год, на 2015, на этой атомной станции мы должны освоить очень большой объем инвестиций, порядка 600 миллионов долларов. И плюс более 1 триллиона рублей мы должны освоить на различных объектах инфраструктуры. Это инженерные сети, это жилье для атомщиков, это различные другие объекты в Островце и в Островецком районе. Значит, мы практически уже построили и идут пусконалочные работы на таком крупном объекте, как мостов Древ. Это тоже крупный инвестиционный проект. И, в общем-то, в феврале месяце, как положено по бизнес-плану, этот объект будет сдан в эксплуатацию. Это производство плитного материала для мебельной промышленности в размере 150 тысяч кубов. Ну и, безусловно, развивается второй такой же крупный проект. Это с участием иностранного капитала в Сморгоне известная компания «Кроноспан». Губернатор подробно охарактеризовал каждую отрасль с ее плюсами и проблемами. Он отметил, что сложной остается ситуация в мясомолочной отрасли. Как известно, все прошлые годы она была ориентирована на Российскую Федерацию. 96% объема производимой продукции реализовывалось в этой стране по контрактам, заключенным в российских рублях. Российский рубль резко обвалился. Плюс известная ситуация с мясокомбинатами. Владимир Кравцов подчеркнул, что это должно стать хорошим уроком для предприятий региона. Им необходимо ориентироваться на более широкую географию экспорта, а не оставаться, как это происходит сейчас, на одних давних связях. Множество вопросов прозвучало от журналистов. Владимир Кравцов на все дал обстоятельные ответы. Телеканал «Гродно плюс» поинтересовался у губернатора, не помешает ли экономическая ситуация реконструкции трассы М6 «Минск-Гродно». Это для нас очень важна дорога. И в плане европейской, как говорите, трассы логистической, это насчет всей схемы. Да и просто в плане чисто безопасности. Ведь там же есть такие участки, что когда приходит зима и вот такая погода, столько дорожно-транспортных происшествий, гибнут люди. Поэтому я уже этот вопрос несколько раз поднимал в правительстве и с премьер-министром, мы тут проезжали уже по этой дороге, я ему бубнил все. И президент был у нас в ноябре месяце, я этот вопрос поднял и просил его поддержки и содействия. Значит, есть его поручение, оно записано. В течение 15-16 года реализовать этот проект. Подробный отчет о пресс-конференции председателя Гродненского облсполкома Владимира Кравцова смотрите завтра в нашей программе в 21.00. Моя человечная специальность. Старший инспектор группы пропаганды и обучения Гродненского городского отдела по чрезвычайным ситуациям Татьяна Яскевич награждена грамотой и денежной премией за высокие результаты служебной деятельности. Итоги республиканского конкурса «Лучший пропагандист» органов и подразделений ПЧС были подведены накануне. Одна из наград приехала и в Гродно. Обо всем подробнее в сюжете Юлии Броско. Пропагандисты силовых структур. Они всегда в центре чрезвычайных ситуаций. Они в курсе всех новостей. Именно они информируют нас о том, как вести себя в той или иной опасной ситуации. В Гродно прошел семинар совещания по совершенствованию работы с населением для инспекторов групп пропаганды и обучения отделов МЧС. Специалисты поделились опытом, подвели итоги работы за 2014 год и обозначили основные направления деятельности на следующий. Приятным моментом семинара стала церемония награждения старшего инспектора группы пропаганды и обучения Гродненского городского отдела ПЧС Татьяна Яскевич, которая достойно представила наш регион на республиканском конкурсе. Представитель Гродницкой области – это действительно профессионал с большой буквы. Это человек, который имеет огромный опыт работы. И с телевидением мы увидели очень креативную, оригинальную визитную карточку. Мне очень понравился инновационный проект, где действительно Татьяна показала проблему с пенсионерами, что необходимо действительно обратить внимание на эту категорию и представила свой интересный проект. Татьяна Яскевич работает в структуре МЧС уже много лет. По образованию она юрист, работала в управлении госавтоинспекции. В Гродно нет мест, где еще не побывала Татьяна. Места ночевок бомжей, свалки, заброшенные ветхие дома, притоны, школы, детские сады и организации. Старший инспектор везде и со всеми легко находит общий язык, объясняет, что можно делать и чего нельзя. Во многом благодаря именно такой профилактической работе количество пожаров сокращается. Если, скажем так, в результате моей работы мне удалось спасти хотя бы одну человеческую жизнь, значит, я не зря занимаюсь этим делом, я не зря получаю заработную плату, ну и, в общем-то, не зря живу. Телеканал «Гродно плюс» поздравляет Татьяну с заслуженной наградой. Будем надеяться, что работы у нее с каждым днем будет становиться все меньше. Юлия Броско, Анастасия Бояринцева, Анатолий Бояринцев, Новости, Гродно+. Не исключено, что вскоре в магазинах города появится новогодний конфискат. На днях сотрудники Гродненской таможни задержали крупную партию одежды. Грузовик следовал из Польши в Беларусь через таможенный пункт Брузги. Он был под завязку забит картонными коробками и громоздкими тюками. Как выяснилось, в них находилось свыше двух тысяч предметов одежды различного наименования на сумму около 700 миллионов рублей. В машине также обнаружено небрежно разбросанное по низу кузова сырое мясо в вакуумных упаковках. Товар перевозился без декларирования под видом минеральной воды. Во время проведения таможенных операций на таможенном посту Брузги сотрудниками Гродненской таможни приостановлено движение транспортного средства, перевозящего товар в минеральная вата, из Республики Польша в Республику Беларусь. Проведение осмотра товаров с помощью инспекционно-досмотрового комплекса показало, что предположительно в грузовом помещении транспортного средства находится товар, не заявленный в товаросопроводительных документах. При вскрытии грузового помещения транспортного средства установлено, что в нем перевозится одежда, продукты питания. Все обстоятельства происшедшего пока выясняются. В данное время ведется административный процесс. Если вина водителя будет доказана, его ожидает солидный штраф с конфискацией товара. И к другим темам. Вифлеемский огонь прибыл сегодня в Грудно. Пламя, зажженное от негасимой лампады в базилике Рождества Христова в Вифлееме, прибыло в начале к белорусско-польской границе, откуда представители белорусских молодежных организаций доставили его в главный католический храм областного центра – костюл имени святого Франтишка Ксаверия. Вечером началась торжественная встреча огня и святая месса. С места событий Вероника Цыганок. Уже 15 лет в Беларусь прибывает Вифлеемский огонь. Он имеет важное символическое значение, является образом горячей веры и тепла Рождества. Свет мира ежегодно зажигают на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме. А дальше австрийские скауты транспортируют его самолетом в Австрию. После торжеств в Вене эстафета передается в соседние страны. В Гродно огонь из Вифлеема прибыл сегодня вечером. В Фарном костюле состоялось торжество встречи огня и святая месса. Традиция приношения огня именно Фарный костюл. Он является, скажем, таким порогом всей Белоруссии. Поэтому именно к нам приносят, так как мы ближе к границе. И традиция эта уже настолько уложилась, что прихожане, горожане ждут этого дня. В Гродненском кафедральном соборе огонь из Вифлеема будет находиться до 7 января. Каждый день прихожане и все посетители храма смогут зажечь от него свечу и принести вифлеемский свет в свой дом. Эта традиция стала очень популярной среди гродненцев. Хотелось бы этот огонечек иметь дома, чтобы он как бы согревал своим теплом всех моих близких, дарил им покой, радость. Это было в доме счастья, мир, благополучия и встретить Божье на родине. Чтобы счастье в семье было, чтобы здоровые были внуки, дети. Сами, чтобы тоже не нуждались никогда. И мир на небо над головой. В эти дни священный огонь путешествует по Европе. Скауты в рамках международной акции поделись счастьем ради мира, перевозят его в специальных лампах. Чтобы в канун Рождества верующие принесли в дом частичку добра и покоя. За огнем в фарный костел приехали из многих уголков Беларуси. Конфессия может зажечь этот огонь и перевезти в свои приходы, в свои города. Каждый год сюда приезжали также из России. Мы знаем, что даже была у нас делегация из Новосибирска. Они брали здесь огонь, везли туда в Россию и там уже тоже раздавали этот огонь. Мы надеемся, что сегодня будут из Минска и из других областных городов. Международную акцию скаутов инициировали более 20 лет назад в Австрии. Вифлеемский огонь символизирует мир и единство народов. По традиции свечу, зажженную от божественного пламени, ставят на стол во время рождественского ужина в каждом доме. Вероника Цыганок, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. А евреи в эти дни отмечают праздник Ханука. Вчера после захода солнца в Гродницкой хоральной синагоге зажгли первую ханукольную свечу. История праздника восходит к событиям исторической борьбы еврейского народа за религиозную и национальную независимость. Ханука отмечается 8 дней и ежедневно сопровождается зажжением символичных свечей. Евреи Гродничны празднуют Хануку, также известную как фестиваль огней. Он знаменует историю освобождения еврейского храма в Иерусалиме, захваченного и разграбленного врагом. Ханука, что в переводе с иврита означает освящение, напоминает о мужестве солдат, отстоявших свое святилище, веру и традиции. 2300 лет тому назад случилось одно из событий, связанное с тем, что евреям удалось победить очень могущественное войско греческое, освободить храм, осветить его. И в честь этого мы празднуем такой замечательный праздник. Еврейский праздник продолжается 8 дней. В каждой из них зажигается одна ханукольная свеча. Делают это во множестве домов и квартир в тот самый период, когда ночи очень долгие. Считается, что свет горящих свечей разгоняет тьму, и день становится длиннее. А сама свеча – это человеческая душа. Свечка – это душа. Это значит, в этот праздник мы помним о том, что у каждой есть душа, но надо зажигать душу. И тогда она будет гореть, она будет дать свет. Каждый год праздник свечей с нетерпением ожидают и взрослые, и дети. Он сопровождается традиционными еврейскими песнями и танцами, угощениями, подарками. Все 8 дней празднования проходят в семейном кругу. Сам праздник предполагает уже ничего не делать. Только радоваться жизни, находиться с семьей, общаться с детьми. И, конечно, каждый вечер до появления первой звезды зажигать очередную свечу, которая символизирует еще один день освящения храма. В день зажжения первой ханукольной свечи в Гродненской хоральной синагоге песни и танцы длились до самого вечера. Всех гостей ждали угощения. По традиции, в дни хануки евреи едят блюда, приготовленные в масле, пончики и картофельные оладьи. В честь праздника было организовано фаер-шоу, а также концерт. Минская группа «Анавимбэнд» исполняла песни как на русском, белорусском, так и на еврейском языках. Вероника Цыганок, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. Белогропромбанк подарил новогоднюю сказку для юных клиентов детской сберегательной программы «Расти большой». В Гродненском драматическом театре прошел театрализованный утренник. Маленькие гродницы звали Деда Мороза, зажигали елку и получали подарки от банка. Новогодние приключения продолжились спектаклем «Тайна пропавшего снега» от актеров театра. Александр Латынин побывал в атмосфере чудес и подарков. Новый год и Рождество – время сказки и волшебства. Вчера Белагропромбанк совместно с Гродненским областным драматическим театром и телерадиокомпанией «Гродно-плюс» решили поздравить своих маленьких вкладчиков и зрителей с наступающими праздниками. Для каждого ребенка последний месяц года – это ожидание чуда, письма Деду Морозу и, конечно же, елка. Каждому ребенку хочется, чтобы Дед Мороз и Снегурочка лично вручили самые заветные и долгожданные подарки. В рамках акции Белагропромбанка «Расти большой» вчера в драматиатре маленькие вкладчики вместе с актерами попали в сказку. Добрый день, дорогие друзья! Во-первых, разрешите поздравить вас с наступающими праздниками, с Рождеством и Новым годом. Пожелать всем крепкого здоровья, праздничного настроения, новогодних улыбок, благополучия и достатка каждой семье. Хочется напомнить, что уже более семи лет Белагропромбанк реализует специальную акцию для наших детей – детская сберегательная программа «Расти большой». Ее участниками могут стать дети и подростки в возрасте до 16 лет, на имя которых открыт вклад по системе сбережений «Линия роста 2.0». Сделать это могут мамы, папы, дедушки, бабушки, крестные родители. И, словом, все те, кому небезразлично будущее наших детей. Ребята, которые стали участниками, кроме процентов по вкладу, могут воспользоваться специальным кредитом на обучение, оформить бесплатную платежную карту для детей и подростков. Ну и самое главное – на каждый день рождения от Белагропромбанка и ждет замечательный подарок. Вчера Снегурочка и Дед Мороз вручили подарки детям, которые родились в декабре. Малыши получили рюкзаки, ребята постарше – набор для творчества и самые взрослые – рюкзак и термокружку. «Под кругом, друг за другом! Девушки, друг! Слава на зайки, на лужайки! Мы попрыгаем по кругу! Прыгаем по зайки!» «Хочу сказать огромное спасибо Белагропромбанку за проведенную акцию, за то, что они поздравили наших деток с днем рождения. Также хочу выразить огромную благодарность директору драмтеатра и сотрудникам, которые организовали нам весь этот праздник, спектакль. Большое им спасибо! Спасибо большое Банку за подарки. Мы являемся давними вкладчиками. Нам очень все нравится. Спасибо, что вы у нас есть! Но это еще не все подарки от Белагропромбанка. Конечно, Белагропромбанк не забыл про наших взрослых клиентов и подготовил для них тоже новогодние подарки. Каждый клиент, который придет к нам в банк с 8 декабря по 15 января, откроет новый вклад «Старт» или пополнит уже существующий на сумму 3 и более миллионов рублей, получит подарок от Белагропромбанка. Это дополнительный доход на месяц к основной ставке вклада в размере 1,5%. Второй подарок Белагропромбанка – это сберегательный сертификат. Сберегательный сертификат выпускается на 35 дней с фиксированной процентной ставкой в размере 30% годовых и с минимальной суммой в размере 35 миллионов рублей. Двери нашего банка всегда открыты для вас. Приходите, мы всегда рады видеть вас в нашем банке. На этом праздник для детей не закончился. Впереди ребят ждало сказочное представление от актеров Грудненского драматического театра. Сегодня в нашем городе изнов велиходно и холодно. Температура по ветру в день плюс 2 минус 3, у нашей плюс 3 минус 2. Вот небо прополисозить решила, а то что оно тут стоит? Ну то есть висит серое такое. Новый год еще не наступил, а значит маленькие вкладчики получат еще больше подарков, но на этот раз уже от своих родителей. А мы вместе с Белагропромбанком, артистами драмтеатра поздравляем всех наших зрителей с наступающим праздником. Александр Латынин, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. О спорте. Игрок Грудненского Нимана Максим Витус вернулся с просмотра в польском клубе «Завиша». Защитник произвел на тренерский штаб команды благоприятное впечатление. Переход Витуса в «Завишу» возможен в январе, хотя сам футболист спешить не намерен, поскольку у него есть и другие варианты продолжения карьеры. Брестский гонбольный клуб имени Мешкова одержал очередную победу в выездной серии Сеха Лиги. В третьем поединке балканского турне чемпионы Беларуси взяли верх над Хорватским Загребом 24-21. Брещане отлично провели первую половину встречи, а после перерыва не позволили хозяевам догнать себя. Заключительный поединок гостевой серии БГК проведет 18 декабря со Словасским Татраном. Баскетболисты «Цмоки» Минск победно завершили выступление в групповом рауде Евро-челленджа. Драконы у себя дома взяли верх над российским клубом «Енисей» со счетом 76-71. К сожалению, Виктория в игре с красноярцами принесла чемпионам Беларуси лишь моральное удовлетворение. Они все равно не прошли в 1-8 финала. Весной 2015 года белорусских любителей спорта ждет знаменательное событие. С 17 по 25 апреля наша страна впервые станет хозяйкой чемпионата мира по футзалу. Матчи группового этапа первенства пройдут на площадках Минска, Бреста и Пинска. В Молодечной и Борисове состоятся показательные игры. Полуфиналы и финал состязаний лучших футзальных дружин планеты состоится в белорусской столице. Уже известны команды, которые возглавят четыре предварительных квартета. Ими стали сборные Беларуси, Аргентины, Колумбии и Парагвая. На этом наш выпуск завершен. Еще больше информации вы всегда сможете найти на нашем сайте www.grodnoplus.tv.by Я же с вами прощаюсь. Приятного вечера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!